Оказывается, в Самаре почти нет иммуноглобулина, основного препарата при лечении энцефалита, которым заболевают при укусах заразных клещей. Вот такой новостью поделился блогер Хэчкок Хантер. И это в регионе, где энцефалитные паразиты не просто изредка встречаются, а присутствуют во многих районах области. Лишь в детской инфекционке, добавляет автор, был обнаружен этот препарат еще в одной частной конторе. Такая ситуация, узнал блогер, произошла якобы из-за того, что вовремя не были проведены торги. Сами же врачи говорят об этом очень неохотно, заключает Хэчкок Хантер. Блогер и журналист Ксения Аитова пожаловалась на хамское отношение к представителям СМИ в одном из самарских театров. Журналисты для них, пишет автор, как кость в горле. Нашего фотографа попытались загнать в дальний левый угол, из которого виден только дальней правой сцены. Еле его отстояли. При этом свободные места оставались даже в партере. Мне интересно только одно, пишет автор, когда это началось. Отношение к журналисту, как к такому зайцу-безбилетнику, которому во что бы то ни стало, нужно бесплатно спектакль посмотреть. Отношение в бюджетном учреждении, заметьте. Блогера Елену Волкову поразила пенная вечеринка в городском фонтане на улице Ленинградской. Неизвестный вылил в него жидкость для создания пены. Эта шутка, пишет Волков, развеселила отдыхающих самарцев. Они подходили к фонтану, брали в руки пену и фотографировались. Одна компания молодых людей не постеснялась устроить купание на глазах у любопытной публики. Признаюсь, у меня возникло желание к ним присоединиться. Но осознание того, что домой поеду в мокрой одежде, отрезвило мой разум.